Плохому коммунальщику всегда что-то мешает. В правительстве прошло совещание под председательством зампреда Максима Громова. На повестке дня отопительный сезон. Режим ЧС введен в городском округе Тейково и Приволжском муниципальном районе. Из-за долгов за поставленные ранее энергоресурсы запас топлива сегодня составляет 0 тонн. На стабилизацию ситуации из бюджета региона перечислены средства. В пятницу во второй половине дня режим ЧС в Приволжске был снят. Решение, которое сегодня принято о выделении денежных средств из бюджета области на предотвращение возникновения ЧС, это исключительный разовый случай. Рассчитывать на то, что такие решения будут повторяться, невозможно. Тот, кто доведет до этой ситуации, милости прошу со мной к губернатору с докладом, какие меры были приняты и кто довел до этой ситуации. В 18 муниципальных образованиях необходимые запасы угля и мазута сформированы. Еще одна тема – получение паспортов готовности к АТО к сезону. Срок был определен до 15 ноября. Из 65 муниципалитетов 62 прошли документарную проверку Ростехнадзора. Многие сейчас исправляют выявленные ошибки. С теми, кто не получит, не устранит, после 15 ноября проводим детальный разбор, как в прошлом году, Алексей, с большой персональной таблицей, у кого какие причины, с выводами, какие причины не позволили получить паспорта готовности. Несвоевременное получение паспортов готовности может обернуться кадровыми решениями. Фамилии тех, кто эту работу саботировал, Максим Громов пообещал лично передать губернатору. Елена Белова, Михаил Кенгуров, РТВ Иванова.